Всем привет! Меня зовут Варя и тема сегодняшнего урока – водяной пар, облака и осадки. Давайте для начала вспомним, в каком вообще виде у нас существует вода в атмосфере. Мы привыкли видеть ее в жидком виде, в виде капель дождя, то есть осадки. Мы привыкли точно также видеть ее в твердом виде. Например, это могут быть снежинки или какие-нибудь льды. Но точно также у нас вода существует еще и в газообразном состоянии, и это как раз таки водяной пар. Как же он у нас появляется? Над поверхностью воды происходит такой процесс, как испарение. Из-за того, что на гладь воды у нас поступает достаточно большое количество солнечных лучей, она нагревается и часть воды, то есть капельки, они поднимаются в воздух в виде водяного пара. Таким образом у нас образуется понятие влажности. Влажностью воздуха мы будем называть количество водяного пара в граммах в 1 метре кубического воздуха. Почему 1 метр кубического воздуха? Потому что здесь мы измеряем его объем. И существует определенная зависимость между количеством вот этого водяного пара и температурой. Чем выше у нас будет температура воздуха, тем больше у нас будет водяного пара. Рассмотрим на картинке. На самом первом столбике мы видим, что тут минус 20 градусов примерно воздух, и содержание водяного пара измеряется примерно в 1 грамм. А уже на самой последней картинке можно увидеть, что там температура плюс 30, и количество водяного пара увеличилось до 30 грамм. То есть видно прямую зависимость. Чем теплее, тем больше водяного пара. Также есть несколько понятий, которые будут относиться к влажности воздуха. И первое из них это абсолютная влажность воздуха. Это количество водяного пара, которое может содержать воздух при данной температуре. То есть максимально возможное количество. И есть другое определение. Это относительная влажность воздуха. Можно сказать, что это та влажность, которая у нас существует по факту. Это она измеряется как отношение количества водяного пара к тому количеству, которое воздух может содержать. То есть берем реальное количество и делим его на то количество, которое может быть. Если у нас относительная влажность досягает 100%, а она измеряется в процентах, то можно сказать, что данный воздух является насыщенным. Для измерения влажности используется такой прибор, как гигрометр. Раньше он назывался волосяной гигрометр, потому что внутри использовался конский волос. Из-за изменения влажности, то есть каких-то подвижек, волос то сжимался, то наоборот распрямлялся. Таким образом двигалась стрелочка и получалось отмерить какие-то изменения в атмосфере. Сейчас, конечно, гигрометры, они уже более, скажем так, современные, они работают на электронике, никаких волос там уже не может быть. Также из-за влажности у нас возникают облака, и мы привыкли, что это какой-то вот такой вот сгусток чего-то непонятного, а по факту это на самом деле просто большая концентрация вот этой вот влажности, вот этих вот капелек. То есть если бы мы прошли сквозь облака, на нас бы осталась вся вот эта вот влага, ну естественно она была скорее всего испарилась, потому что она останется очень тонким слоем. Нам, наверное, привычнее всего видеть вот такие облака. На первой картинке это перистые, внизу у нас расположены кучевые облака, и на черно-белой картинке можно увидеть слоистые. Это самые популярные облака для нашего региона. Но также существуют и другие варианты. Давайте на них посмотрим. Например, существуют облака, которые называются аспиратусы. Еще по-другому их называют как самые страшные облака в мире. Ну конечно, если мы посмотрим на картинку, то можно увидеть, что они действительно внушают какой-то страх. И вот то, что они такие темные, это просто насыщенность влагой. Соответственно, такие облака у нас приносят большие затяжные осадки и ливни. Дальше существуют еще облака, так называемые маматусы. Они характеризуются тем, что выглядят как такие небольшие кругляшки. И они чаще всего формируются над засушливыми пустынями, как например вот здесь на фотографии. Также существует в облаках понятие фолл-стрик. Адаптированного русского какого-то перевода нету, но суть заключается в том, что через слой облаков у нас может падать огромное, каких-нибудь огромных размеров льдина, потому что тот же град это наши осадки, которые просто замерзли. И если какой-то вот такой крупный объект у нас падает через облака, тогда у нас получается вот такой эффект как фолл-стрик. Также еще на территории Австралии выделяют такое явление как утренняя глория. Это облака, которые скручиваются в некие рулончики. Это объясняется тем, что воздушные потоки так действуют и просто их закручивают. Они конечно не несут никакого негатива и просто выглядят скорее всего так нестандартно для нашего глаза. Есть еще понятие лентикулярные облака. Их очень часто можно встретить в Африке над вершинами гор или вулканов. Раньше эти облака воспринимались как некие НЛО, потому что можно сказать, что по своей форме они чем-то похожи на летающие тарелки, но опять же это всего лишь такая игра воздушных масс, которые закручивают эти облака и придают им такую форму. Для нашего региона характерно такое явление как перламутровые облака. Вот здесь вы можете их увидеть. Чаще всего они будут появляться на севере в период, например, полярной ночи или полярного дня. Как раз таки из-за изменения температуры преломления лучей некоторые облака окрашиваются вот в такой перламутровый цвет и происходит такое явление. Дальше мы всегда помним, что облака несут осадки. И под атмосферными осадками мы будем понимать различную воду в жидком или твердом состоянии, который выпадает на землю из тех самых облаков. И точно так же она еще может выделяться в воздухе на охлажденных поверхностях. Это уже у нас будет, например, роса. Все осадки мы можем разделить на два типа, на жидкий и твердый. Жидкие представлены у нас дождем, росой или моросью, такой мелкий вариант дождя. А твердые обычно к ним относят снег, град, иний, ну и еще морось. Если знаете, это такой процесс, когда у нас растения покрываются как раз таки тоже первоначальным таким инеем. То есть маленькие капельки воды, которые выпали, они сразу же затвердевают и превращаются в маленькие льдинки. Это у нас будет изморось. Чтобы измерить осадки используется прибор осадкомер. По факту это большое такое ведро, в которое в течение дня падают осадки. Если они есть, если нету, там может оказаться только роса или тот же иний, если это зима. И впоследствии у нас все вот эти осадки, которые там собрали, их переливают в специальную мензурку и измеряют их количество. Именно поэтому количество осадков умеряется в миллиметрах, потому что иногда за весь день набегает всего лишь один миллиметр в виде той же росы. Благодаря таким показателям можно выстроить годовое количество осадков. Вот на данной диаграмме вы видите, какое количество в миллиметрах осадков выпало по каждому месяцу. И можно проследить, что самое большое количество осадков было в июне. Это измеряется порядка здесь 80 миллиметров. Точно так же можно измерить количество осадков не только за год, но и за месяц, но и даже за день. Хотя за день, скорее всего, это будет не так полезно, как за месяц или год. Вот строятся специально такие диаграммы, которые впоследствии входят у нас в климатограммы. То есть, если вы когда-нибудь видели климатограмму, она выглядит как столбик и определенный график, где график показывает температуру, а столбики это как раз-таки количество осадков. По своему значению осадки, конечно, сильно влияют на деятельность человека. В первую очередь это источник пресной воды. Да, помним про мировой круговорот воды в природе, что у нас часть воды поднимается в атмосферу и обратно попадает в реки. Как раз-таки реки и подземные воды то, что мы используем для питья. Также это влага для сельского хозяйства, ну и орошение полей и каких-либо посадок. Дальше снег у нас еще сохраняет тепло земной поверхности. То есть, вот эта подушка, которой он выпадает, она несет вот такой обогревательный характер. И в принципе мы можем сказать, что и облака, и водяной пар, и осадки это все-таки неотлемлемые такие части жизни человека. Именно поэтому нам стоит внимательно относиться ко всем природным явлениям и все-таки обращать внимание на какие-либо изменения в атмосфере. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.